Активный час на главном городском радио. Горячая линия. Горячая линия. Габарит город. В 18 часов и 14 минут почти в Нижнем Новгороде. Вы настроены на НН-радио. Всем добрый вечер, друзья. Как обычно, в это время у нас Горячая линия. Программа, где можно высказать своё мнение, можно задать вопросы. Ну а по вторникам и в этом году ничего не меняется, к счастью. Мы продолжаем встречать представителей городской администрации, дабы они могли ответить, в том числе и на ваши вопросы. Заходите прямо сейчас на наш официальный сайт nnradio.info, запускайте видеотрансляцию, серию горячих линий с представителями администрации. Сегодня открывает заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Андрей Геннадьевич, чуть поближе к микрофону, чтобы все наши радиослушатели могли всё услышать. Скажите, удалось ли отдохнуть на новогодних праздниках? Вся страна, вот она только вчера как-то из оцепенения такого празднества выходит, как-то начинает раскачиваться. У вас-то как рабочий график? У меня трудовые будни. Мне повезло, у меня было много снега, поэтому я кайфовал как нормальный житель Нижнего Новгорода от снега, а вот от его наличия на наших дорогах наслаждение получал не столь громадное. С детьми всё-таки было полегче поиграть в снежки. Ну, конечно, мы дождались снега, в декабре его как-то не было, тут сразу нам в таком количестве выдали. Нижний-то справляется с очисткой снега? Выпало очень много снега. На самом деле, я вот сейчас по Большой Печорской ехал, я просто помню, что на 7 января я принимал у Нижегородского района чисто убранную Ильинскую полностью, Пескуново, Большую Печорскую, и сейчас еду, смотрю, такое ощущение, что мы вообще ничего не делали. Это прям... Всё по-новой. Столь обидно, да. Хотя за первые 10 дней выпало почти метр осадков, ну, там 90 сантиметров, там, в зависимости от района, в зависимости от приближенности к домам, выпало, там, от 85 до, там, метра, сантиметра до метра снега. Реально, это очень много, давно такого первого декабря января у нас заснеженной не было. Вот, в принципе, сначала справлялись, но потом в празднике, конечно, ситуация в дворах такая плоховатая, если не сказать там похуже, но в первую очередь, конечно, надо было привести в порядок магистрали, именно те дороги, где идёт общественный транспорт, там, остановочный павильон, там, лестницы, сходы, ну, вот такие вещи, которые в первую очередь занимались. Конечно, дворами из-за такого количества автомобилей, которые там очень сложно, и вот сегодня я штаб очередной проводил, потому что мы проводили городской оперативный штаб, по-моему, 3-го, 6-го, 9-го января я собирал все службы, вот, то есть это не только уборочные, да, потому что сейчас, конечно, всем интересен снег, а по большому счёту мы, я считаю, что хорошо прошли новогодние праздники, аварий было минимальное количество, там, по теплу, по воде, даже несмотря на то, что перепады температур были от 0 до минус 30, вот, все коммуникации, все системы выдержали, показали себя достойно, говорит о том, что подготовка как раз вот к зиме велась и хорошими темпами, и мы делали как раз те вещи, которые необходимо было в первую очередь сделать, чтобы именно в зимний период пройти их спокойно, поэтому пока всем службам выразил благодарность, именно там водоканал, энергетики, да и на самом деле коммунальщики, то есть мы сначала распланировали 30-го декабря, какие службы по очереди будут работать, но когда 31-го декабря в 22.00 начал сильнейший снегопад, пришлось некоторых из-за сала поднимать, чтобы просыпать городу, чтобы к утру он был нормальный. То есть даже в новогоднюю ночь были службы задействованы? Все службы работали, и многие нижегородцы, которые выходили, вот, допустим, в 2 часа ночи я поехал на объезд города, я видел большое количество и горожан, большое количество коммунальной техники, а в 9 утра 1 января я уже объезжал город, и на самом деле все магистрали и все основные проезды были прочищены. Это говорит о том, что, еще раз говорю, все службы, и аварийные, и коммунальные, как бы нормально поработали, вот. Сделали все, что могли. Сейчас, конечно, из-за того, что, как и говорил, много транспорта личного не убиралось, потому что, как оказалось, многие нижегородцы у нас остались в Нижнем Новгороде, вот, и даже призывали убирать некоторые транспорты. Вот я помню, как мы 7-го, 8-го убирали звездинку, и пока мы ее не перекрыли, народ так и не перестал ставить на звездинки машины. Но я помню, что 8-го числа, 8-го, 9-го мы отодрали всю звездинку, она стала хотя бы удобоваримой для проезда и хотя бы для просмотра ее. Но большое количество, конечно, транспорта не позволяет войти во дворы, были проблемы по вывозу мусора, потому что контейнеры, контейнеры вывоза мусора ныне не могли проехать. И что удивительно, то есть, вот сегодня, проводя оперативный штаб, все домоправляющие компании заявили, что за время новогодних праздников число мусора, по сравнению с прошлыми годами, выросло на 30%. Ну, это потому что нижегородцы остались в городе, взаимодействие, как я понимаю. Да, нет, я думаю, то есть, мы все-таки пришли к выводу, много все равно нижегородцев остается в городе, это каждый год. Вот, ну, плюс там 5-7%, но 30% мы все-таки склонились к тому, что обсуждали этот вопрос, что очень много все-таки, наверное, бытовой техники или подарков перед Новым годом было куплено, а скупало все у нас. Удивительные какие последствия. И мы получили вот такой разброс как и в частном секторе, так и на квартирных домах. Удивительно, но факт. Вот какие следствия, эхо такое экономическое в Нижнем Новгороде. Я напоминаю, сегодня горячая линия с заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, Андреевичем Чертковым. Свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно задавать по телефону прямого эфира, 42-30-99-5, кнопка 5. Я думаю, вопросы, касающиеся уборки снега, сегодня будут особенно актуальны. Пишите смс 8-938-090-99-5. Прямо сейчас прервемся как раз вот на ту самую информацию с дорог города для всех слушателей Нижнего Новгорода и рекламный блок, после чего горячая линия снова на НН-Радио. В Нижнем Новгороде вы настроены на НН-Радио. Продолжаем горячую линию. Сегодня у нас заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, Андрей Чертков, отвечает и на ваши вопросы в том числе. Начали в первой части программы, я напомню, мы разговор о том, как город справляется с тем снежным потоком, который обрушился на Нижний Новгород. И я знаю, у нас уже есть первый звонок по телефону 42-30-99-5, кнопка 5. Мы готовы вас выслушать. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос по поводу уборки улиц. Да, пожалуйста, пожалуйста. Дмитрий, да, вас зовут? Да, да, да. Слышу, что в ближайшие дни на время проведения работы по уборке снега будут прикрываться центральные улицы. Можно узнать, какие? Спасибо за вопрос. Ну, в каждом районе это, ну, как бы свои центральные улицы. Понятно, что центральные магистрали перекрывать-то не будем. Это в основном касается так называемых дорог категории «Б», по которым едет общественный транспорт. Но это, допустим, не Белинка, там, Гагарина, да, ну, допустим, как Ашара у нас. Вот, то есть, они перекрываться будут. То есть, в любом случае, объявления будут вывешены на все автомобили, которые там есть. Потому что мы, вот сегодня очередной штаб проводил оперативно, я предупредил всей дорожниковы, домоправляющей компании, что если вы хотите убирать там определенный двор или определенную улицу, известите об этом всех автолюбителей, вот, чтобы они были готовы. Но если вы переживаете за свой автомобиль, я вам следующее скажу, что если он не стоит под знаком «остановка там запрещена», то он будет просто перемещен. То есть, из одной точки А рядышком в Б. Но не на штрафстоянку. Нет, 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 он будет перемещен только рядом на очищенную территорию. То есть, мы стараемся с трудниками ГБДД не создавать лишних проблем. Вот, но на самом деле таких машин достаточно много, поэтому, ну, реально там за ночь один эвакуата может всего там 10-12 машин. Это затратное по времени. Затратное по времени. И просто жалко снегоуборочную технику, которая, как бы, простаивает. Вы не переживайте. То есть, в любом случае, основные магистрали, основные перекрываться не будут. В основном, это вот второстепенные наши улицы. Есть еще такой вопрос от Сергея в группе «Нэнрадио ВКонтакте». Тоже вот все про уборку снега. Ну, понятно, тема сейчас актуальная. «Здравствуйте», пишет Сергей. «Проспект Гагарина. Уже второй день по утрам как-то подозрительно стоит весь. Обелинка по вечерам. Раньше без снега, говорит Сергей. Ситуация была лучше. Примите, пожалуйста, меры». Ну, я здесь хочу сказать, мне вчера журналисты тоже задали этот вопрос. Вы понимаете, у нас после каникул всегда такая ситуация. Это касается и 1, 2, 3 сентября, когда в течение недели все жители, вернувшись и налаживая свой, как бы, быт, а это надо отвезти детей в школу, в садик и тому подобное. Вот такое же повторяется у нас после майских праздников и новогодних. Поэтому это буквально 2-3 дня, все придет в норму. Каждый выработает свой режим езды, как бы, по городу, выезда из дома, возвращения. И это придет в норму. Я думаю, просто немножко надо потерпеть, потому что я думаю, что как раз проспект Гагарина-то убран идеально практически. Вот. Тут есть валы, но по три полосы в обе стороны есть, поэтому я думаю, как раз не в этом дело. Есть вопрос на нашем смс-портале 8938-09099-5, не представится, к сожалению. Человек, цитирую, снег не чистит во дворах, на пике этого все дворы завалены снегом. И я знаю, что есть у нас еще звонок от нашего радиослушателя Михаила, 42-30-99-5, кнопка 5. Вопрос тот же, я так понимаю. Михаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Хочу спросить, почему у нас так плохо стали чистить дворы. Могу даже сказать, где? Обязательно. Тормово, улица Зайцева, кораблестроители. Вот сейчас был на Гагарина дом 111, вот прям вот ужас просто, что там творится. И Богданович, улица в Печорах, тоже был буквально позавчера, тоже самое. Спасибо за вопрос. На самом деле ситуация по всем дворам примерно идентична. Я просто хочу нашим радиослушателям, нижегородцам сказать, поверьте, что во дворы мы обязательно придем, дал бы нам снег немножко передышки. Потому что реально метр снега выпал. То есть я сталкивался с выходными, как бы, с жителями, обидно было слушать, когда мы проверяли работу дворников. И там, где дворник поработал, люди выходили к обеду, они говорили, ой, господи, вообще у нас не убираются, как бы, а снег идет и идет. Может быть, дворник так поработал? Да нет, то есть это нормально, поработал. Просто вот последний снегопад, я у своего дома 4 раза выходил в день убирать снег. То есть, ну, метр снега, вы просто сами себе представьте. А этот метр снега, его куда-то надо деть. Во дворах, когда мы заходили во дворы, ну, реально было очень много машин. Поэтому сейчас, чтобы вывести этот снег, надо просто большое количество времени. А погода нам не дает это время. Вот, я удивлен про Сормово, потому что Сормово и автозавод у нас редко жалуются на дворы. Позайцевый кораблестроитель, я запомнил адреса, то есть обязательно сейчас посмотрим. Ну, а то, что на Гагарина, на Бикетово, на Бикетово вот эти маленькие около домов выходные объезжал, как раз именно там Саврасово, там агрономические, как раз они относительно были почистены. Я думаю, что не почистены как раз заезды к домам. Вот, что у нас сейчас главным бичом является. И поэтому основная задача сейчас коммунальных дорожных служб, это выйти во дворы, вот, но не упустить ситуацию по магистралям, потому что снег продолжается, как вы видите. То есть реально снега, ну, очень много, я на самом деле не жалуюсь, просто констатирую факт, что снега выпало очень много. И то, что мы за 10 дней вывезли там порядка, по-моему, 120 тысяч кубов, это 4 раза, чем в декабре. Но мы не говорим, что в декабре, все уже в декабре забыли, но снег-то там тоже был. Поэтому снег вывозится и убирается сейчас дорогу Нижнего Новгорода очень большое количество. Вот, смотрите, Андрей Геннадьевич, мы вот начали про снег, просто тема сейчас актуальна не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве. Петербург сегодня в 10-бальных пробках днем встал, вот, практически было невозможно проехать. Несколько инициатив у нас законодатели предложили. Первый, в общественной палате, относительно того, что вот мэры тех городов, которые не справляются с уборкой снега, должны уйти в отставку. Вот вы сами как считаете, вот реально вообще такое предложение актуальное? А кто оценит работу дорожной службы или кто оценит, справился или не справился? Это такой субъективный фактор, ведь сколько жителей, столько мнений. Вот, поэтому можно говорить, что нижний там погряз в снегу в дворах, вот, но основные магистрали, и магистрали особенно для общественного транспорта убраны. Остановочные павильоны, там, это все убирается, и убирается в первую очередь, чтобы обеспечить проход жителей на работу утром и вечером. Вот, но есть же обстоятельства, которые реально, мы не Москва. Я просто напомню, по сравнению с Москвой, которая выводит в сутки до 15-18 тысяч единиц техники, мы выводим максимум, что я могу вывести, это 450-500 единиц техники. Я считаю, что это много, но для Нижегородского района, допустим, мне нужно, вот, допустим, сейчас 80-85 единиц плюс привлеченное, но 150 единиц только для Нижегородского района мне необходимо. Это чтобы за раз, там, за сутки, за двое постараться убрать, как бы, весь район. Я напоминаю, что сегодня заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков в горячей линии на НН-радио. Вопросы можно задавать по телефону 42-30-99-5, кнопка 5, можно писать смс 8-9-30-8-0-9-0-9-9-5. Но, смотрите, депутаты еще призывают чиновников выйти на улицы города и вместе с коммунальными службами работать лопатами, либо перевести деньги в благотворительный фонд. Отлично. Мне бы хотелось хоть одного депутата со мной увидеть в эти праздники, вот бы я порадовался. Потому что я-то работал все праздники, а вот где были депутаты, я не знаю. Поэтому одно дело хорошо писать и себя пиарить, а другое попробовать со мной поездить по ночному городу, посмотреть, как убирают. Реальной работой заняться. Да, и реальной работой во дворах заняться. Вот это было бы другое подспорье. Помогите, буду благодарен. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Сергей, ну, уже другой, спрашивает в группе НН-радио ВКонтакте. Добрый вечер. Целый микрорайон цветы. Снег убран только между подъездами. Все остальное в сугробах. Мне с ребенком в коляске проехать негде. Пройти и проехать нельзя, пишет Сергей. Вот микрорайон цветы. И новый микрорайон. Я просто знаю, что в Привокском районе штаб в пятницу проводился, и выходные должны были поставить. И они мне докладывали, что цветы были убраны. Разберусь. Вопрос еще раз говорю. То есть, вот старый или новый микрорайон? 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира напоминает. Давайте сейчас отвлечемся от снегоуборочной тематики и перейдем все-таки к ремонтной кампании. Потому что лично для меня удивительно, что несмотря на отрицательные температуры, несмотря на то, что снег выпал, продолжается и ремонт дорог. Сейчас в Нижнем Новгороде. На какой стадии сейчас эта ремонтная кампания? Что где ремонтируется? Ну, на самом деле, мы всегда круглогодично ремонтировались. И ямы заделывали. Просто последние полтора-два года мы используем так называемые такие мини-асфальтовые заводы-рециклеры, которые позволяют нам ремонтировать асфальтовое покрытие битумной мастикой. То есть, раньше мы закладывали брусчаткой, ее хватало там на месяц-полтора, вот ее вышибало. То есть, сейчас рециклер – это такой мини-асфальтовый завод, который позволяет вырабатывать битумную смесь с крошкой асфальта, до 200 градусов разогревает, и кладем как бы на ямы. Запланировано в каждом районе, по-моему, по тысяче квадратов. Очень хорошо отработали по Молитовскому мосту, потому что все знают, какие ямы были перед Новым годом. То есть, очень много ям заделали, эта работа продолжится буквально во всех районах города. И я просто смотрел в Канавинском районе, по-моему, Октябрьскую революцию, ремонтировали Советскую, в автозавод. Ну, на самом деле, практически в каждом районе на бульваре юбилейный. То есть, я объезжал, просто не вспомнишь все улицы, но буквально те улицы, где возникает вот сейчас деформация, она возникает практически на всех дорогах, заключением тех, которые мы делали последние 2-3 года. Потому что я считаю, что вот тот асфальт, который мы сейчас кладем, он как бы хорошо выдерживает эту разницу температуры. И именно вот эта деформация возникает, переходы ноль, минус, вода попадает в трещинки, разбивает асфальт, и это производит полную деформацию как бы верхнего асфальтового покрытия. Что сказывается, естественно, в дальнейшей его эксплуатации, и еще машин там, честно говоря, много, разбивают очень быстро. Поэтому эта работа такая на долгие годы вперед. Конечно, никто не заменит ямочный ремонт летнего, когда у тебя все подготовлено, но зимой, я думаю, рецикли на сегодня позволяют нам сделать это и с хорошими темпами, и с хорошим качеством. Но все равно нужно понимать, что летний ремонт дорожного полотна, он все-таки лучше и качественнее. Он не заменит ничего, естественно. Поэтому весь основной, когда мы, я напоминаю, когда идет месячник по благоустройству, а это у нас в основном апрель, май, то мы и возвращаемся и к ямочному ремонту, и к колодцам нашим знаменитым и провалам на дорогах, то есть которые те или иные строители сделали во время каких-то своих работ. То есть в это вот время как раз мы к майским праздникам пытаемся подготовить город. 42-30-99,5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Вот как раз вопрос, связанный с ремонтом дорог, есть у нашего слушателя Сергея, он с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, Андрей Геннадьевич. У меня вопрос такой. Вот есть служба у вас, да, которая следит за тем, как происходит восстановление дорожного покрытия после проведения ремонтных дорог, вернее, ремонтных работ по трассам, проложенным, там, пересекают, которые дорожное полотно, да, под землей. Вот. И, по-моему, административно-техническая инспекция, да? Есть, есть, есть такой, да. Вот. И у меня, знаете, какой вопрос? Мне кажется, что они недостаточно качественно работают, в плане того, что, да, произошла авария, выкопали, потом засыпали, как могли, даже заасфальтировали, но в этих местах часто происходит потом и деформация, и полотна, и провалы, и так далее. Я просто часто вижу такое, что происходит, это вот, например, в районе площади Свободы. Если двигаться на Ванеево, вот, между Свободой и Билингой, здесь постоянно ремонт проходит, постоянно идут провалы, разбиваются эти места, заделываются, опять, значит, дырки появляются. И в сторону, значит, как ехать, этажей, тут вот тоже вот до Кижорской тоже постоянно эти колодцы скрываются. Ну, и Горького в сторону вверх, в сторону площади Горького тоже постоянно эти проблемы с этими колодцами. Вот, прежде чем, ну, скажем, сдать работу, приезжают эти работники, контролируют как-то, и потом они видят, что это там в течение месяца опять это все дело разбивается, непонятно, почему такой цикл происходит постоянно на одно и то же место, у вас должны выезжать там техника и так далее. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот как раз, как бы можно назвать, те ухари, которые и создают проблемы, как строители, энергоресурсники, которые постоянно копают колодцы или еще что-то. Кстати, хорошее, потому что у меня вот этот участок от Свободы до Билинги один из самых нелюбимых. Я постоянно и в Нижегородском районе указываю, что его плохо убирает этот участок, и еще там одни ямы, а не колодцы. Ну, как-то забытый постоянно. Вот этот участок просто забытый, приходится каждый раз напоминать. Именно на этом участке как раз понимание приходит того, что как часто там делают воду и копают трубы, потому что постоянно там это ямы, и они просаживаются. Но мы как раз не ремонтируем, это вот мы, вот в этих участках мы не ремонтируем, это как раз ремонтируют те организации, которых и раскопали. У них гарантия там, по-моему, 2 или 3 года. Административно-техническая инспекция, вы правы, они кое-где, и частенько, потому что я вот сегодня опять проводил совещание, и как раз я и указывал, что необходимо активизироваться, не знаю, чего они боятся, выписывать штрафы, что приводит как раз к деформации всех дорог, а самое главное, к неприятной езде на дорогах. Вот это больше всего как бы умиляет, а вот на этом участке один раз проедешься, и больше ехать-то неохотно. Но возникают, что ж, нерадивые такие подрядчики у нас есть. Мы-то ее проверяем, а через месяц она получается, или асфальт не тот положили, еще что-то. Как-то можно подрядчиков мотивировать, скажем, вот этот нерадивый? Дело в том, что это же не мы помотивируем. То есть это, допустим, или водоканал, или теплоэнерго, или строители, да? То есть мы выдаем ордер на эти работы, они делают, закапывают, и они, согласно этому ордеру, должны деформацию восстановить, то есть полностью эту дорогу, и внесут гарантийные сроки. То есть если потом случается, мы эти организации подтягиваем, а не подрядчиков, и говорим, ребята, вам выдавался ордер, мы или штраф вам сейчас выписываем 50 тысяч, или вы его делаете, да, потому что мы не разбираемся с этими подрядчиками, кто делает, нам наплевать. Мы как раз разбираемся с заказчиками, те, кто заплатил за то, что эту дорогу так испохабили. Поэтому принимается, таких ошибок по городу на самом деле, и таких ям много, вот, указывайте, говорите нам, ну, будем исправлять, а уж вот эту часть дороги, то есть это как у меня, да, то есть ее надо проще заасфальтировать всю, потому что там яма на ям, на этом там всего 100 метров дороги, полный ужас. Вот что касается как раз замечаний относительно ремонта дороги, Сергей в группе ВКонтакте пишет, ремонт дорог, моя любимая тема. Дорога от радиорынка к Индиго, ну, это вот верхних печерок наверх идет, да, асфальт не выдержал декабрьских дождей, весь в дырах, а ремонт был в сентябре, напоминает. Вот просит как-то посмотреть, видимо, да, если есть возможность как-то... Ну, я обязательно, зав, пошлю людей, посмотрю по ремонту, да, по-моему, эту часть ремонтировали, обязательно, спасибо за этот самый... За сигнал. Такой вопрос, за сигнал, да, обязательно, зав, даже сам съезжу, посмотрю, я недалеко живу, обязательно поднимусь. Вот там хоть и пробки, большой поток, но надо посмотреть. Есть еще замечание в группе, не в группе, а на радио ВКонтакте, а в СМС-портале 8938-090-995. Михаил пишет, в сторону верха города на Молитовском мосту и сейчас огромные ямы. То есть вот ремонт мостов вообще, наверное, да, как-то стоит? Вот Молитовский, мы сегодня, еще раз говорю, вот сегодня такое большое совещание, ГИБДД был, УВД, то есть как раз разговаривали о Молитовском мосту, мосте, о переправе, да, мост, вот, естественно, он вызывает большие опасения, он нас вызывал еще в прошлом году, потому что мост необходимо ремонтировать, как трамвайные пути, так и верхнее покрытие, потому что оно разрушается, приводя к аварийному состоянию всего моста. Поэтому мы понимали, что денег на него не выделили, и мы понимали, с чем мы входим в зиму. Поэтому, ну, уважаемые жители, тоже понимаю, автолюбители, сожалею об этом. То есть ямы, которые большие, обязательно будут на Молитовском мосту, будут заделаны в ближайшее время. То есть погода позволит, то есть люди, по-моему, вот в эти выходные закончили работать. Если будут появляться новые ямы, будем продолжать эти работы. Поэтому спасибо за сигналы, обязательно на вас ориентируемся. Вот, в любом случае, я тоже постараюсь там город раз в неделю объезжать, смотреть, но не все охлаждается. Всего-сего не увидишь все равно. Ну, 42-30-99-5, кнопка 5, есть звонок от нашего радиослушателя. С нами на связи Владимир, как я понимаю. Владимир, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я хотел бы немножко отойти от погодно-дорожной темы. Сегодня прошла интересная информация о том, что, как говорят уже наконец-то, снесут автовокзал на площади Лядова. Вот, ну, хотелось два вопроса задать. Вот, чем руководствовались, когда решили, что нужно переносить на окраины города автовокзал, то есть из такого удобного места, куда людям было бы ездить удобно, да, где уже все привыкли, все знали, что вот здесь вот можно сесть на надугородний, пригородный автобус. Вот, теперь, соответственно, неизвестно как, неизвестно, на чем надо добираться, это вот первый вопрос. Чем, собственно, руководствовались, где тут удобство людей в этом решении. И второй вопрос, вот, соответственно, закрытие моста вокзала, куда перераспределяться маршруты, откуда, куда можно будет уехать. Вот, такие мои два вопроса. Спасибо. Хороший вопрос. Не знаю, честно говоря, чем руководствовались, здесь не могу просто ответить на вопрос, потому что я там два года назад уже был поставлен перед фактом, что здесь будет строительство государственного у нас учреждения. Суд. Суд, да. Вот, и федеральные деньги заложены. Я уж не знаю, кто тут это место, скорее всего, областные власти как бы нашли данное место. И этот разговор уже ведется третий год, что эту автостанцию надо сносить, не прижилась у нас автостанция из Синая, по Канавинске много вопросов, хотя Канавинску как бы относительно хвалят, что она приближена к московскому вокзалу, но мы понимаем, что вот как транспортник из центра города понятно, что хорошо уехать. Но у нас здесь переплетаются очень много вопросов пригородного транспорта, который начинает нести на себе нагрузку транспорта городского, и городского транспорта, который должен просто, обязан от этих автостанций довозить людей там до определенной точки. Поэтому, если вы говорите, что автостанция на конечных пунктах как бы неприемлемая, на самом деле, практически во всех городах автостанции на окраинах. То есть, и пригородный транспорт, и международный, который привозят людей, он должен высадить. Ну, и эти автостанции тоже были на окраине когда-то давно, фактически. Фактически, да. И потом уже общественным транспортом добираться как бы в центре города, потому что всегда и везде транспорт, который приходит на автостанцию, с городским практически общаются, но по минимуму. У нас же переплелось это как бы воедино. Поэтому автостанция в Щербинке, которую мы сейчас достраиваем, она где-то запустится в марте. То, что еще сносится будет, я не знаю, в январе-феврале автостанция на площади Ляда, но мы начали переезд, пока мы переезжаем на автостанцию Синую, на площадь Синую, и на автостанцию Канавинскую. То есть, если это будет направление за речной части, то это будет автостанция Канавинская. Если будет на горное направление, то это будет Синная. То есть, пока сказать, что вы получите какое-то неудобство, я практически не скажу. Просто есть неудобства, вы привыкли, может быть, на Лядово, а сейчас будете как бы на Синую. Но в дальнейшем, в любом случае, автостанции будут строиться чуть подальше. Единственный вопрос у нас возникает по автостанции Канавинской, потому что, конечно, хотелось рядом с московским вокзалом иметь такой интермодальный узел, который позволил бы пассажирам не имитаться по какой-то части города, а спокойно с вокзала пересесть и доехать до Семенова, Городца или куда-то. Поэтому здесь у нас еще большие такие раздумки. Но знаю, что земли под автостанцией уже определены. Но что будет дальнейшее, я думаю, в 2015 году вы узнаете. То есть пока сам не готов вам ответить до конца. Ну, а мы обязательно об этом расскажем в выпусках новостей. Продолжает поступать рекомендация относительно уборки снега. Сегодня, напоминаю, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков в горячей линии. Георгий, наш постоянный слушатель, пишет. Чтобы убраться во дворах, надо сначала почистить прилегающие улицы. Просим, просим на звездинку. Только предупреждайте, пожалуйста, и не совмещайте уборку улиц и дорог. Спасибо. Ага, звездинка. А вот я хочу сказать, вот если он звездинку. Был он там 8-9 числа, когда я там был, и ночью, по-моему, 8-го числа мы убрали звездинку. Я ее давно такую, мне кажется, за всю зиму я ее такую не видел. 8-го числа она была убрана и слева, и справа, и около домов. То есть вокруг было все хорошо убрано. Но сейчас получается, что начинаем опять сейчас сначала. Есть еще смс от Андрея. Цитирую. Еду с Гагарина в Сорму уже почти 2 часа. Дороги не убраны. Каша, техники не видно. Ну, вот. Ну, техника сейчас не будет выходить. Час пик. Да, то есть час пик она не выходит. Это обычное состояние. То, что каша, это вы видите, снег выпал. 2 часа сейчас снег шел. Естественно, образовалась каша. Я напомню, что в 3-4 часа я как раз по проспекту Гагарина ехал курировать автостанцию Щербинка. Вот. Я спокойно быстро проехал. Ну, понятно, что не час пик. Вот. И снега-то не было. Поэтому я элементарно добрался быстренько. Но сейчас снег прошел. Понятно, что каша. И мы ее сможем с вами убрать лишь только после 9 часов вечера. Времени нам, конечно, катастрофически не хватает. Успеваем еще один звонок принять. 42-30-99,5. Кнопка 5. Телефон прямого эфира. Я так понимаю, Елена у нас на связи. Елена, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос благодарный, скорее всего, потому что мне хотелось бы сказать огромное спасибо вам в первую очередь за интересную и насыщенную программу мероприятия «Выйти на новогодние праздники». Вы знаете, на самом деле было вот не стыдно пригласить гостей. А вот из Казани к нам приезжали родственники. Им очень понравилась поездка на экскурсионном трамвае по улице Рождественской. Нам тоже, как нижегородцам, понравилось. Интересно было узнать много нового и об истории родного города. И самый вот у меня вопрос заключается в том, продлят ли работу вот этого трамвая. Потому что изначально говорили, что только до 12 января он будет. Если да, то было бы очень здорово, вы знаете, потому что такого в последнее время у нас еще не было. Спасибо вам большое. Спасибо тоже за вопрос и спасибо за благодарность. Да, как раз на новогоднем празднике мы запустили экскурсионный трамвай. Вот, весь такой в хохломе. Хороший. Как раз первыми у нас посетителями и пассажирами были журналисты, которые послушали интересную экскурсию. Он у нас проходит по улице Рождественской от Площади Народного Единства до Благовещенской. И с 12 до 16.00 у нас каждый час экскурсия. И, по-моему, за новогодние праздники около тысячи туристов мы привезли по этому трамваю. Очень пользуются популярностью. Поэтому вот со вчерашнего числа, с 12 января трамвай продолжит работу с туристами по предварительному заказу. То есть, в принципе, вы можете позвонить и договориться, потому что экскурсионных групп много. Поэтому он будет работать, востребован. И, по-моему, если сайт не изменяют, tram.tur.ru... Ну, я думаю, что в любом поисковике можно найти. Да, поисковик найдете, наш трамвайчик. Вот. И приятно, на самом деле, что пользуется популярностью. И я некоторых на сайтах видел информацию, что вот возрождение рождественское, такой историческое, музейное. На самом деле, это хорошо. Это вот все-таки говорит о том, что глава администрации, принимая решение, там, 4 года назад, Олег Кондаршов все-таки был прав. И у нас, на самом деле, центр города превращается в музей. Дай бог, чтобы это было и дальше так. Большое спасибо, Андрей Геннадьевич, за ответы на вопросы. Время наше подходит к концу. Георгий Настырный продолжает писать нам на СМС-портал. Было спасибо. Но уже 13-е просим еще и тут на звездинку. Так что у вас работы, Андрей Геннадьевич, еще меньше не становится. Но мы ждем вас еще в студии на Большой Пчерской, 33, с рассказом о том, что происходит. Вместе с вами мы все сделаем и вместе с нижегородцами, поэтому прошу нижегородцев чуть потерпеть. Все мы приведем в порядок. Мы много поработали, поверьте, на новогодние праздники и не бросаем работу, то есть в круглосуточном режиме. Работаем для вас. Всех благ. Со Старым Новым Годом вас. С наступающим Крещением. Всего наилучшего. До свидания. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Все вопросы, которые мы не успели задать, конечно, отправляем в городскую администрацию. Друзья, оставайтесь на ННРадио. До завтра пока.